им тяжко смотреть когда человек богу служит как должно у них главное что ну ладно что-то ну а поражу пастырь рассеять соус это от кого о ком сказано я вас не поражаю ваш волчатник я знаю клеветнически вы вокруг меня крутитесь и поразить чтобы вырвать кого-то доказательств никаких не надо это вы делаете они я поражу пастырь и рассеять соус что-то не так где-то против меня идет но я-то для них духовный считаюсь они обратились в университетах по радио выступал в милиции вас-то нигде нет мы работаем в тюрьме главное работая 17 лет 17 лет и ни один человек у меня не обратился ни один почему они не готовы поп пришел полупьяный немытый грязный а что он так воняет поп-то я могу фамилию все назвать а он не протрезвался пьяный 470 человек причастил может 200 крестил в один день так дискредитировать профанировать веру не никто не может как попы и они лезут на меня лезут валом идут со всех сторон почему поражу пастырь рассеются овцы это мои овцы я родил их благоуставанием павел говорит а вы нации по названию никакие не отцы разбойники он приходит убить и погубить вырвал из общины человека допустим удалось тебе еще дальше ну дальше ты посмотри на нее она выскочила дать что ничего нету она никуда не ходит я что-то служители с у них и фамилии с д почему не знаю сатана дьявол поражу пастырь рассеется вам главное поразить меня но это не удастся вам нельзя сделать потому что я господин я призванный богом от детских лет вам путь мой не пройти бы в глаза во сне этого не видали что я пережил за христа как преступники обращались начальники начальники не где-то начальник тюрьмы полковник пришел к богу в это только во сне слышали и где они где московской патриархии все до одного вызвали священника исповедовались причастились полок троекратное погружение приняли все до одного это является нонсенс 53 года я учусь у бога и обратились не сотни людей не сотни все до единого пришли московскую патриархию туда я направляю это из московской патриархии меня же убивает это а то вообще христос год пришел к своим свои не приняли его не приняли это еще одно доказательство что я христов у меня все сходится по писанию со христом на меня сотни может тысячи попов неверующих поражу пастырь россии соусы когда я вернулся из заключения домой сразу же прям в этот же день пришла машина из кгб а меня нету надежда васильна ходатайсова не знаю надежда васильна а где игнатий тихонович да он милиции пошел там паспорт оформлять а он сильно обижается на нас вообще я такого слова не слышал молится за вас да вы что у меня кгб на пасху звонят и поздравляют понимаете вы ничего не знаете когда человек туп и безмозгл совершенно ему деваться некуда он идет в папы или в экологию куда-то где ничего не делать профсоюзные деятели а мне никуда не надо идти я профессиональный строитель копают земле вот она что-то моя бригада все трое вот они работают от они пришли через мое благовестие я могу представить сегодня же 300 человек 300 и все до одного пришли через мою пропасть покажите вы одного чтобы он не был придурком сосёте как дохлый горца корова найдет масола сосет от мощи 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 вот мощи когда я не ем не пью я приезжаю из благовестнических трудов из миссии из португалия с испании меня сестры обнимают уход не кости мощи я говорю живые мощи вот мощи а где вы так научились у локеана он как на грудь ставьте чашу вот алтарь божий а он закован и лежит ноги в колоде надо жить по-христиански а что вы так делать это естественно на вас обижаться нельзя это не вы делаете вы через вас как через сосуды дьявола сатана делает любое ваше движение показывает рога копыта и хвост риза не скроет этого да вы бы не знаю как молились день и ночь за меня господи сколько людей пришло из сектантов стали православными батюшками лучшими батюшками лучшими вам всем с отцом геннадием фастом не сравните даже посмотрите на него а у нас сохранилась первая наша беседа вы об страх умерли я приехал однажды в москву тайна ночью ко мне пришли тайна в советское время три архиерея 3 архиерея на квартире я ничего не знаю это не мое это бог бог открыт вот какие дела то это каждый день я могу показывать и показывать вот детский лагерь вот еще до перестройки у нас был 44 года тысячи детей на этом костре были сохранились песнопения видеозаписи когда поют это новые люди да мало конечно мало на где сказано что многие спасаемые мало спасаемых званых много надо звать звать купели когда строить ни одной не были когда я начал хлопотать об этом всем архиереем писать везде они этого не знают вам худо то что вы нападаете помогайте мне вам помогать а в чем помогать а злословить людей гоняться за невзоровым помогать чаплину смешно было бы дворкину просто горя одно во славу божию что я делаю любой который человек посмотрит он сразу скажет гвозди выпрямляет вот здесь мы не гвозди старые вытаскиваем снова управляем и забиваем у нас нет ничего ну и как иначе то про гвозди тоже написано вот я сегодня выписал посмотрел и 50 12 глава 11 стих слова мудрых как вбитые гвозди вбитые ну как муж этот гвозь вбить вот этот гвозь вот он лежит ну кто его забьет его назначал выправить мудро знает как оттащить топор написано и слову сказать вот на работе работает где все что-то тащит но как узнать ну что домой люди приносят мама ваша что дома домой приносит мама мама иногда колбасу приносит а где она в чем в авоське приносить нет она и подпоясалась колбасой подпоясалась сосиски чтобы через охрану пройти и один мальчик не ничего не может сказать папа приходит и еще не приносит учительница задумалась это надо познакомиться это один человек на весь класс который не ворует так проще сказать то и она решила спросить тогда но папа когда с работы приносит у него в руках что-то есть есть но не всегда а что твердая такая бумага и она трубочкой и она поняла в чертежном отделе работает бумагу тащит домой воруют все воруют когда ключевской написал или карамазов карамзин книги решил подарить тому царю то ну царь как я не могу все просчитать там четыре тома кажется и российская история а что там написано он подумал и говорит воруют кратко в одном слове воруют обворовали людей от разума у нас у тебя знаком был улеська валерий викторович это ученый секретарь профессор алтайского государственного технического университета он интересный такой человек и он даже женой прошел игровали вот посмотрю шуба там китайская вот это вот там цейлон вот это ничего нет нигде нашего нету почему раньше при советской власти даже при самом дурном правителе что-то было свое тяпка там сейчас еще не можем купить грабли и те зарубежные почему мозги отшибли сказали бионика это нельзя вавилова убить надо он собрал там я не знаю сотни сортов пшеницы со всего мира этого человека убили а палач расстрелявший его получает пенсию персональную это все разузнано уже почему потому что все на кривом все на безбожество но и были же и церкви открыты как сейчас уродует души людей те кто имеет доступ к душам я преподавал в разных школах университетах и говорил если будет суд за гибель россии то на первом скамье подсудимых будут сидеть учителя и священники учителя и священники это тоже учителя а как они учат они подбирают ну кадры решают все они как раз берут в кадры такие которые совершенно негодны главное чтобы рта не раскрывал был подчинен им сказали ложись в постель ложись считайте новые данные которые андрей курай выставил они канонические правила спрятали каноны и игнатий против канонического православия это говорит человек на котором ряса да я столько канонами занимался и когда община образовала чтобы ни одного правила не нарушать я могу спросить осипов сколько всего правил он не знаю он не может ответить хотя я его и не спрашивал я знаю по и жизнему 989 с юстиняновыми декретариями а сколько ныне действующих мы были временные там и к епископу кордувию вот такой статья он умер его нигде нету это снято 719 и 413 правил канонических это апостольские правила всем вселенских 9 поместных там кажется 17 святых отцов это нарушается 413 правила умышленно целенаправленно ежедневно не на дорогах мира нигде этого нету только в церкви только в патриархате московском я потратил три года над канонами и у нас ни одного правила не нарушается ни одного специальные священники архимандриты подыскивались ничего не нашли одно только а вот написано си времени есть вместе в корчме да я не захожу в корчму зачем я буду туда ходить у меня с собой всегда на и еду на день беру на 2 а написано с евреями мыться в бане нельзя то есть ненависть к евреям да я и не моюсь в баню зачем я вообще в баню не хожу да вы что еще давай искать где а вот если ты где-то и тебе надо на двор сходить надо лопатку испражнения закопать и ягра зачем закапывать пускай сохнет лепешки печь можно будет на них смеюсь над ними люди приходят до вас попыток какие идиоты одних дураков наставили простым ответом обращаясь ничего нет у нас тут был один священник желтухин александр я не знаю у него своих там ребятишек шесть на арабелла да еще приемных где-то ничего делать не хочет ему подарили здесь далее ну как подарили дали тёлку она отелится будет корова ты будешь молоко есть две тёлки овечек далее ну а когда маленькая опережься тогда это отдашь хозяину я купил коровы я лично дал одному человеку он ее держит ну дал я она двухлетка это самое в силе корова теперь он уезжает такую же корову подать новоселу то есть видите какой метод он ни слова не говоря заколол обоих тёлок зарезал и порезала вещь вся деревня задрожала до тёлка это будущее это репродуктивный возраст ее вырезал теперь все картошку где спахали ему все он ничего не хочет делать почему он поп он не будет работать и вот выбирать представьте 7 ребятишек свиней там или чем там держит и в это время картошка поспела убирать маленько убрали я пошел поле брошено уже дожди а почему вы не убрали а у нас уже хватит то есть на сегодняшний день а где мы были нам всегда убирали девка на выданье ребята здоровы все растут не на работе паразитами кто их делает такими попы вот у нас одна работала демидова анна старушка такая она за детьми ухаживала войтович отца николая благочинного 7 лет работала ни разу не видела чтобы он перекрестился садился за стол это чего-то стоит ни разу и когда она сказала об этом слух матушка матушка хорошая рядом и и через забор все вещи повыкидывали и отсюда вот ваша доброта как вы отвечать будете за это батюшки ведь гибель россии там по вашей вине вы царя подвели как говорится под монастырь расстреляли его там ипатийском доме со всем семейством вы ничего не хотите делать я посмотрел матфея 23 32 но господь так и кого не обзывал считайте он говорит порождение ехидина кто внушил вам бежать от будущего гнева гиена убежите как ехидны и как вы убежите от осуждения в гиену как никак то есть они приговоренные почему я за того стоит говорит большая часть священников погибает такая тусклая жизнь меняют машины в пьяном виде гонит где-то задавил людей и тут же его оправдывает из дела исчезает дела люди это смотрят видят какой рейтинг вы презрение все за малым исключением за малым но эти малые они гонимые вами куда только не бросает как отца геннадия фаста в абакане а вы его ногтя не стоите сколько душ через него пришло из тантов и других вот только судят дальше вторая книга сарс 16 глав 12 стих там один был семей сын геры поносил давидов как меня дудин там другие ну а почему ему не запретить мега щелкни только не запускай его на свои ресурсы то и он не будет выступать не буду этого делать пока я это иногда делаю очень-очень редко когда когда человек хулит христа в открытую хулит я не вижу что мог христа хулил он только христианина судит он судит по тем меркам которые есть у меня написано во свете библии его во свете библии мне дайте претензии до открытым оком что смотрели слепцы почему так говорите потому что не я сказал максим горький он стихи писал а вы на земле проживете как черви слепые живут ни сказок про вас не расскажут ни песен про вас не споют жирными пальцами как мандельштам писал оси фисталини вот так и вы и жирные пальцы как черви вы не знаете ни христа ни бога не евангельской веры ничего не знаете то вас судит сегодня слово божие на каждом шагу евангелие от яна 12 48 о чем говорит я его когда прочитал шестьдесят втором году господь горит я не сужу вас да как же он же судья не сужу слово которое я дал она будет судить вас последний день я понял все мои знания прочь библия на стол я до 10 часов день проводил за библия это я вижу вы библию совершенно в руках не держите бог будет судить по слову по библии поэтому по библии святой дайте мне обвинения а то вера каноническая игнатия отрицает это вы попиратели 413 правил ежедневно целенаправленно умышленно разрушаете за каждым правилом это сон епископов четвертый вселенский 630 епископов а нет надо как сегодняшний архиерей сказали за блюдо окаянная вы проклятые бог вас проклинает за одну десятину которую вы не можете научить чтобы люди давали сами ее не даете считайте малахия 2 3 глава проклятием вы прокляты вы все обкрадываете меня с большой буквы меня обкрадывается оно принадлежит богу а вы его обкрадывали не даете то есть ты заработал 90 бога я положил 100 а верни теперь своей рукой десятину верни десятина и вы спросите а чем обкрадываем десятина и решением которое вам приносит и десятую часть доходов вам эти рта нельзя раскрыть как черви слепые живут а вас только позор и анекдоты второе если поносит человек святую библию если он не поносит я его еще терплю если не поносит церковь даже в его понимании вот я считаю что он перешел все эти грани этот дудин фактически поистине с открытым оком если смотреть но в его понимание делает правильно я его закрою и больше не будет он вылазит и вылазит придет время вот это все он будет просить удалить ко мне одна заходила одарка и она поносила это подло да заткнули ему пасть харю там и прочее против даниила сысоева святого священномученика я оставил проходит год второй и она вдруг приходит по другим именем не одарка уже а киска уберите оттуда я была такая я не права я что делал это другой человек это совсем уберите этот позор что я делала что говорила а я не убираю зачем убирать пускай на этом люди учатся обычно говорят не закрывай меня это наоборот мои материалы убери другой играть не убирай мои материалы вы будете вокруг плясать что вы сказали мне вреда от этого никакого нет абсолютно его вторая книга сар 16 12 где семей сын герой шел и поносил давиду уходи уходи кровопивец а веса горит позволь царя сниму с него голову не надо быть может господь призрит на это поношение и простит мои согрешения пусть поносит это окаянная бесовская дудка пусть может мне что-то господь и простит за это поношение я в руки божьей все отдаю он обязательно выйдет где-то и он сам увязнет будет искать своих рабов за стенами города и соломон оттяпает ему голову 1 фессалоникийцам 215 они хотят противиться всем человеком кто это священники всем человеком противится единственное что они знают с властями любыми путями с властями это сергянство митрополит серьги строгородский сделал эту беду предали всех кто в мученики сидели в тюрьмах это предатели это враги народа подмеч в истории церкви этого не было и от них вот эти выкормыши вырастают новые они без властей шага не могут шагнуть так чтобы на новом месте как мы основать деревню общину далее 2 тимофея 3 8 они противятся истине безумие их обнаружится перед всеми людьми это я обращаю в первую очередь к священникам и в первейшую очередь тем которые на меня нападают вы взамен то ничего не можете дать пришли на мои ресурсы на мой youtube в youtube канал вконтакте но везде где бы ни заходите и гадите гадите пакостите зачем вам это нужно но вы не можете понятно душа ваша продана она проклята за небрежение или имея 48 10 проклят кто делал а господне делает небрежно еще делаю щас картошку чистишь ее непонятно больше дело или нет но если человек креста человека это больше дело божье они ладошкой мокры по лбу обливания то нигде нету но обливание с нет обливанцев то обливание это раздеть полностью головы и возлить ведро одно второе третье то есть щана нет погрузить они прокляты и бог накажет и бог сразу сказал проклятый ты будешь если будешь заступать из-за этого папа проклят то меч господний удерживаться от крови иеремия 48 10 это поповская и как ты отверг слово мое он отверг его то и я отверг тебя священнодействие оси 4 6 пророки все кричат вопят против священников у меня родная сестра работала в епархии там было очень известный мою богослов как называют их отец александр пивоваров трагически погибший сгоревший в и он моей сестре говорит у нас тут цепер хайло собрание будет ты посмотри там по симфонии счетом о священниках говорится она пришла и на бумажке ему видимо показать и батюшка а я ничего хорошего не нашла все пророки осуждают священников бог проклинает ваше благословение вы благословляете мажьте рукой а бог говорит я проклинаю ваше благословение люди лепят собачка благослови а бог говорит проклинаю феофан затворник говорит если священник говорит благословляю а бог говорит не благословляю то что будет утверждено на небесах вы недостойно причащаете на не накладывать эти мил потому многие больные умирают морги вами священники набиты кладбище это ваши плоды они не понимают что делает он на мне сейчас тут пашет лезет гадит а он не знает что я молюсь о нем он совершенно бессовестный человек я его пока не могу закрыть просто не могу он должен весь вылезти и господь пророк говорит молиться господи не поражая чтобы видели последующие что были такие люди коммунисты говорят ну у коммунистов надо убрать все памятники ленину стали но хотят стать я считаю пускай стоят некоторые хотя бы чтобы на примере этого людоеда показать вот что будет когда от бога отступите бог их священников не убивает допускает они раньше времени становится безусые мальчишки в 17 лет то есть правила попираются все канонического православия сегодняшние понятия не имеют а меня обвиняет когда все по правилам то есть достоевский говорит если хочешь уязвить человека ужалить его обвиняй его собственными недостатками а человек будет думать это ты же про себя говоришь у меня такие встречаются пытка вопрошала горит а боль отвечала самонарола сказал и где-то беседовали я не знаю с кем думаю с патриархом кириллом и сказали пусть остаются как есть и он мне это сказал когда приехал антоним осендищ он мне говорит я беседал с патриархом алексеем вторым то и он меня спросил на какие ваши отношения с игнатием лапкиным я сказал неплохие то есть они желают знают о нас и желают чтобы наши отношения были хорошие у нас отношения хорошие какие хорошие мы говорим правду мы обладаем одним великим даром свободы которого у вас нету вы трусливые боязливые и трусливые корыстолюбивые корысти трусость трусость и корысть вы боитесь всего в глаза заглядываете как епископ скажет это дудин то мне что про епископ и говорил я могу это все выставить а его жестокосердия его криках а его ругане но не надо это он не такой другим быть не может из вашей среды его ставят а она что епископ какой я этого не слышал не видел был не такой убрали я написал письмо митрополиту и патриарху патриарху что о нашем митрополите так он мне ответ дал митрополит тогда епископ был серьги как высоко высоко оценили мою работу да я не такое то другое вот надо знать чтобы он знал чтобы он был против они сейчас будут строить и писать везде сергенцы они только на подлогах на кляузах на сексотничество не может еще больше делать а можно чтобы не делал не может демон не может не обольщать это есть печаль сатаны мария карелия там брокера прики приписывает или брэм 100 стокер кажется назвал неправильно вот перевод марии это крапоткин и книги не крапоткин и ой ягод хотел бы не скушать но не получится такой роман есть печали или скорбь сатаны он не может священник по-другому не может он хотел бы но не может потому потому что предал душу дьяволу а игнатий в лапах сатаны оборони бог свободного человека взять не может а смирение не знаете где серафим сказал стяжи дух мирен давыд горит я мирен но только заговорю о них войне серафим не говорила это если говорил то ошибся не было вокруг него тысяч фактически ни одного последователя не по сегодняшний день нету почему потому что совершенно противоположным путем шел написано идите по всему миру они совите к себе весь мир вот что я сказал у серафима есть слова которые надо принять во внимание как главнейшие стяжите стяжание духа святого вот о чем надо а то дух мирен и добавляет всего спасутся тысячи нигде никто не спасается я буду мирно сидел руки сложил не получится вот прочитала несколько мест писания проверьте их вначале чего с кривых гвоздей слова мудрых как вбитые гвозди как иглы игла у меня краткой и гнати лапкин и г л с большой буквы а один раз встречается игла слова лапкин лапка один раз библии паук лапками цепляется бывает царских палатах то есть они значительными событиями дохожу до самых высоких людей я уже знаю кто смотрит наш сайт кто приходит от кого бывают отзывы и который сам не может выйти он через другие хоть сегодня только заказали полный комплект и кто гонимые которые полный комплект книг и чтобы для слова божия нет уз там автограф поставил и пожелания гонимые унищижаемые вот чем больше они будут меня поносить тем благословение будет наш труд англичане говорят а сидела твой не терпит сопротивления то она не устоит если тебя не поносят если тебя все принимают и все говорят хорошо то не можешь спастись это и христовы слова и слова святых горе вам если все люди будут говорить о вас хорошо а нас все люди не говорят хорошо а вот если бы дудин был здесь и осветил воду вы бы стали для меня не дудин бог я не к дудину пришел бы а к богу а вот он приехал бы сюда вы подошли под благословение подошел поклонился многим очень благословите вот так человек это космос я говорю все ему для того чтобы он исправился